Когда-то давно я выпускал видос про вот этого красавчика, стоящего сзади меня. Кстати, посмотрите, ссылочка сейчас вылетит вот там вот. Всем привет, народ, добро пожаловать на борт, с вами Кэп. Очень многие его считают слабой легой. Друзья, это не так. Я всегда его считал именно среднячком таким хорошим. У него массуха на автоатаке, он на ВФ очень хорошо заходит, на подземки более-менее. Но оценки у него явно не заслужены. Но с появлением 25 данжей, вот здесь вот конкретно на логове дракона, можно смело ставить ему пятерочку. Итак, 25 этаж, соло прохождение рихтофом. Почему люди вообще делают соло прохождение, друзья? Это не понты, это прежде всего практичность. Да, люди при этом качают корм, добывают шмотки и, соответственно, участвуют в турнирах. То есть, делают все-все-все в одном. У меня, к сожалению, нет возможности, так как нет времени проходить соло героями. Вот, допустим, тот же самый хозяин гробниц есть, посмотрите видосик, сейчас вылетит. Он также соло проходит дракона. Но при этом он делает это более надежно, чем рихтоф, друзья. Я уже посмотрел этот аккаунт, посмотрел большой зал. Я скажу по факту, что вот конкретно рихтофа на хорошем аккаунте с хорошей шмоткой можно сделать прям 100% винрейт. А вот по поводу конкретно вот этого рихтофа, который вы сейчас видите, друзья, я не буду испорченным телефоном. Давайте я просто включу слова хозяина, которые он мне отправил в личные сообщения. Да, он в соло 25-го дракона спокойно закрывает. Но бывают фейлы. Вот, допустим, у меня бывает. Я запустил сначала 20 ходов, ну это мультибоя. Из них было 2 фейла, то есть из 20. Потом поставил 40 боев. Из них у меня был только 1 фейл. Вот так вот, ребят. Да, вы посмотрите. Рихтоф здесь был на крополях хп, но все же он стоял. И вот для надежности, опять же, автор говорит, что можно поставить лидерку здоровья, допустим, какого-нибудь джарега. И качать, допустим, 3 корма, а не 4. Чтобы был более хороший винрейт. Но, опять же, ребят, конкретно Рихтоф на офигенном топовом аккаунте 100% сможет фармить все это дело без фейлов. Потому что здесь большой зал не докачан. Ну, сейчас мы все увидим. С драконом Рихтоф справляется вообще на ура, даже если тот его застанет. Да, вот посмотрите сейчас. Слабые удары здесь вылетают очень часто. Антистихия. Ну, вот опять же, фейлы, я предположу, что, допустим, на второй волне мы получили штраф защиты. И вот тогда нас убивают, скорее всего. Потому что со штрафом защиты, с малым, мы бы точно умерли. Но, как вы видите, 2,5 минуты, друзья. Лучшее время 2.05. И 2.05 это поставил как раз-таки Рихтоф. Очень необычная прокачка талантов здесь на этом Рихтофе. Конкретно под 25-го дракона. Дорогие наши новички, игроки мидгейма. Это не ваши таланты для Рихтофа. Если вы достали Рихтофа на мидгейме. Вот сейчас я вам покажу, как его надо одевать. Наш сайт RaidInfo. Смотрим. Вот у нас идет Рихтоф. Здесь мы, кстати, можем посмотреть, как он и бьет, и таланты. Собственно, новичкам, игрокам мидгейма. Да, вот как раз-таки подвойный фракций, под подземелья, подвойный фракций. Можно его одевать еще и в сет оглушения. Скорость, атака, крит урона, атака, крит урон, меткость. Таланты через вармастер для дополнительного урона по боссу. Ну и здесь мы можем увидеть, что со своей массухи он вообще не бьет. То есть урона не будет. Ну и более-менее он тыкает именно со своих других скиллов. Но, если же вы хотите, чтобы ваш Рихтоф фармил именно 25-го дракона, то таланты вам нужно взять именно такие. Очень важный талант, ребята, бойкость. 8 скорости мы получаем, 24 скорости в итоге за всех убитых. Далее, вот этот смертельный вихрь обязательно возьмите. И смотрите, очень-очень непопулярный талант, ребята. Вот он как раз-таки Рихтофу подходит. Это единственный герой вообще, который я первый раз вижу, чтобы кто-то вообще взял этот талант. Что касается шмота и зала, друзья. Да, смотрите, большой зал, конкретно по зеленой стихии. 5-5, сопротивления тоже нет. Опять же, можно еще расти и по атаке, и по дамагу. Ну, хотя там атаки у нас никакой нет. Нам, по сути, надо выкачать здоровье, защиту, сопротивление и меткость. Это, по сути, все, что надо для Рихтофа. Давайте посмотрим его шмотки. Смотрите, что здесь мы видим. Ботинки на скорость. Опять же, 6-звездочный. Хорошо, с двумя проками сопротивления. Защита здоровья. Ну, более-менее ботинки. 5-звездочный. Точнее, 5-звездочный, но легендарная вещь на защиту процент. Сами понимаете, что 6-звездочная эпическая уже даст гораздо больше, чем 5-звездочная легендарная. По сути, здесь, опять же, есть куда расти большим залом. Вот этими двумя основными, именно основными шмотками, ребята. Одну шмотку мы ставим на защиту процент, вторую ставим на здоровье. Ну, и как вы понимаете, здесь мы по максимуму вытаскиваем из Рихтофа именно скорость и выживаемость. Ну, и не забываем, что нужна ему меткость и сопротивление. Но, как показала практика, что вот этого сопротивления, там 210, в принципе, хватает. Меткости вот тоже вот этой достаточно. Итак, друзья, посмотрите, Рихтоф, 250 плюс скорости, это важно. ХП, защита, меткость, Сопра. 25-й дракон. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о нем. Спасибо всем за просмотр, с вами был Кэп, всем удачи.